Когда там одно откровение, только о спасении, вырвали в другое место, посадили, вырвали в другое место, посадили. А когда с чиселком часто пересаживают дерево, то потом ее просто можно будет. Да? Я в детстве так делал. Морковку вырвал. Надо засунуть песочком. Расти. А проблема, знаете, в чем? Что она уже не растет. Надо было ждать. И верить. И выдергивать с верой. Понимаешь? Так вот с людьми. Нет откровения. Чуть мечется. Туда-сюда, туда-сюда. Не может никак себя найти, не может никак определиться. Нужно откровение. Знаете, все вопросы жизни, все вопросы жизни, они нуждаются в откровении. Все вопросы жизни. Библия говорит, что через Него, то есть через Существа Христа, нам дарованы великие и драгоценные обетования, через которые мы можем стать причастниками Божеского естества, через откровение. Аминь. К тебе приходит Бог. Аминь. Удалившийся в распространяющем мире растение. Это твое открытие. Знаете, когда у меня церковь перестала расти, перестала расти церковь. Когда было 200, слишком, 200, 200 перестала расти церковь. И она не росла. Это крат, вообще, что вот меня это волновало. Я не знаю, почему оно меня волновало, но оно меня волновало. Знаешь, есть вещи, которые людей не волнуют. Однажды моя мама к ней пришла, и сестры там на молитву они говорили, молились там наши дети неспасенные. И они написали там, Господи, спаси детей. Она говорит, а вы правда хотите, чтобы ваши дети были спасены? Кто так молится? Кто так молится? Знаете, меня больше всего это раздражает. Я сейчас ни за Зеленского, ни за Порошенко, а меня обои раздражают сильно. Особенно после того, что они на стадионе собрали меньше, чем мы. Все понимаете, что нас охраняли 10 полицейских. Знаете, нормальных людей охраняет 10 полицейских. Это ненормальные 10 тысяч. Что-то мне пишет. Пастырь, нам надо принять нового президента, как волюбовщего Господа. Мы же молились. А вот у меня все встречные вопросы. Вот так, как мы молились. Вот такой нам и президент. Вот так, как мы молились. Вот, вот, вот. Соответственно, нашим молитвам. Пастырь, сейчас же Украина молилась. Кто молился? Я вас умоляю. В церкви так же. Господи, благослови, вы параллелуя. Аминь. Хотите вам право сказать? Такие молитвы, они никогда не работали. Не работали никогда такие молитвы. Это фатально. Понимаете? Это то, что Бог не ответил. А Богу же не обязательно много времени. Иисус говорит, вы хотя в час могли помолиться? Не могли. Не могли. Как только какой-то пастырь дорывается до молитвы. 45 минут проповеди и две минуты молитвы. Но горячий. Горячий. 45 минут проповеди и две минуты горячей молитвы. Аминь. Иисус говорит, хотя в час. Хотя в час. Вещи надо в жизни промаливать. Промаливать. Серьезно промаливать. Понимаете? То, что ты серьезно не промалишь, оно не работает. А вот эта формальщина. Понимаете? Формальщина. Вы молились. Мы вся страна же молимся. Кто молился? Я вас моляю. Ведь если бы за покупку машины или нового дивана, так молились. Иисус говорит, слушайте. Вы тормонитесь. Вроде бы не хотите, чтобы ваши дети были спасены. Надо молиться по-другому. Надо Богу орать. Написано. И вас забили. Сыны Израиля и Богу. Вас забили. Прочитают везде. Вас забили. Вас забили. Вас забили. Вас забили. Все те, кто еще на стороне. Христос и воскресе. Вот и вам будет. Это не молитвы. Понимаете? За раздражение. Ну, Бога раздражает. Он сидит на негде за долбами. Или молились нормально. Вас забили. Вас забили. Когда израильный народ учили. Когда народ мусил. Соответственно, они вас забили Богу. Когда матьяне окружили Израиль. Учили его. Они вас забили. Бог послал идиота. Понимаете? Моисеи идиоты приходят, когда люди молятся по настоящее. Аминь. Нет откровения в молитве. Нет откровения в молитве. Нет откровения в молитве. К сожалению, знаете, я молитву сделаю, завываю, и я говорю, пастор, молитесь, молитесь, начинайте молиться, и потом мне пришлось пересланировать. Я говорю, ребята, подождите, мы же не говорили, что это проповедь, мы же говорили, что это молитва. Я говорю, знаете, у меня есть там мощное слово от Господа, на молитве надо молиться. Молиться. А мы проповедуем, песню поел, потом петь, 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 петь. Вот соответствующие ответы. Знаете, я никогда не забуду эти 4, 6, 7, называют, с другом не брали никогда за историю. И они попали ко мне в руки еще на начале моей христианской жизни, когда еще не был пастырем. Знаете, я их прослушал, на 4-й посетке, я вот так упал на колени и прокричал 2 часа. Я прокричал, я тут проснулся, проснулся дух молитвы, понимаете? Через откровение, через день. Это слово, которое было, слово, оно разбудило дух. Ну, если люди не умеют в молитве ничего отвоевывать, опять глубокую вещь вам скажу. Вы ничего не отвоевываете. В лучшем случае вы возьмете кого-то с другой церкви и перетянете его в свою церковь. Для этого воевать не надо, а в молитве у меня твои опыты, какие-то вещи. Дьявол держит все в своих руках. Дьявол души держит в своих руках. Дьявол, дьявол духи меньше держит в своих руках. Вот смотрите, вот в последнее время, да, пасторы умирают. Умирают пасторы. Несколько человек, я знаю, просто умерли. Брат, даже, бит. 52 года. 52 года. Он за день до смерти возводит церкви. Дамы говорят, алло. Церкви, дамы говорят, сейчас скажите, пожалуйста, как кабинки для туалета там сделать в церкви? Что, за день до этого взводят? Так кабинки сделать. Кто-то ему что-то рассказывает, говорит, надо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, пусть понимаете, да, что все знают, как строить церковь, просто кабинки, все знают, как строить. А церковь все знают, как строить. И он спрашивает, спрашивает, и на следующий день пошел в обык, молился, поднял оздавление. Хоп, похоронил. Ну, что такое? Слушайте, ну, это не просто так. Я вообще не верю, что это просто так. Я не верю, что это просто так. Потому что дьявол, он ненавидит. Всех, кто служит Богу. А мы молимся. Моя мама, когда она решила, что я должен быть в поселке, она просто решила, что я должен быть в поселке. Она просто сказала, это решила, и все. Не я решил. Не кто-то глупо решила, она решила, что я должен быть в поселке. В течение года 4 часа в день и раз в неделю поздно. Каждый день 4 часа в день и раз в день и поздно. Вот. Скажите, я мог пропетлять? У меня нет шанса. У меня нет шанса. Знаете, когда-то приехал Борис Солдович и решит, он у него какой-то дуб пророчествий сошел. Он мой друг. Иногда он пророчествует. Иногда угадывает. И он пророчествовал, потом говорит, не знаю, как это выглядит, но мне, говорит, Дух Святой сказал, что ты, если ты же сам захочешь, чтобы Бога уйти, у тебя не получится. Говорит, я не знаю, как это объяснить. Он говорит, ну, как-то так. Я говорю, ну, я приблизительно так и думаю. Вы понимаете, о чем речь? Это ж, это отрабение. Это не просто так ты там взялся, там, ой, я молюсь, там все. Молитва для меня. Иисус с сильным Богом билет. Слушай, он молился так, что он начинал переживать то, о чем он молился. Вот он, вот, от слезы. Если ты молился, ты ничего не переживаешь, ты ни о чем не думаешь, ты ничего не сострадаешь, у тебя этого нет, у тебя этого нет, у тебя этого нет. Ты не молился так, как надо, молиться. Ну, не спасем мы, ни Украину, ни Россию без молитвы, ну, не спасем. Не спасем, понимаете? Вот они, корейцы. Вот это, корейцы. Это культура нации. Культура. Каждое утро, час всего лишь. Разговариваю с послом Южной Кореи. Я приехал к нему интервью, говорит, посол. Был посол в Агенте, был посол в России, был посол в Казахстане, был посол во Франции, сейчас посол в Украине. заканчивается его время, он сейчас уезжает назад в Казахстане. Он говорит, я каждый день провожу час в поле. поэтому, когда я прихожу, я готов ко всем вызовам жизни. к сожалению, люди молятся, и не потому, что там лень, или некогда, не успевают. Нет откровений. Понимаете? откровения, основания. Ты понимаешь, что это надо. Если бы Иисус не понимал, что это надо, зачем Ему каждую ночь было на мору береться и проводить всю ночь в молитве? Он понимал, что это откровение, это не просто так. Когда церковь его страдала, перестала расти, я помню, я молился по ночам, молился, 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 что я хотел. Одна вещь, Господи, если это ты, скажи мне, дай мне слово, мне вот слово надо, я знаю, что если слово было, было бы все, понимаешь, я помню, вот так ночью на кухне, вот знаете, когда откровение получается, что ты запоминаешь на всю жизнь, я помню этот красный, грязный ковер, на который у меня носом лежал, он так вот листал, 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 от малого пролеза, от самого славного царя, вот так пшшш, прямо сюда пшшш, все, все, ответ, понимаешь, откровение, основание, 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 и это невидимый мир, это я сейчас вам про него рассказываю, а так это невидимый мир, невидимый мир, все строится на откровении, и его надо искать, его надо искать, слово надо искать, да не дай мне, Господи, я твоему слову радуюсь, как человек, получивший прибыль, слово, дела еще нет, но слово уже есть, если есть слово, есть радость, есть умиротворение, есть какое-то внутреннее спокойствие, есть уверенность, есть убежденность, амэн, и до сегодняшнего дня я знаю, что любой вопрос, он начинается со слов, с откровения, понимаешь, ты слышишь, и сейчас здесь, ты сейчас будешь получать какие-то, только щи, я буду открывать, и говорю, амэн, и не застакивать, но застакивать, а если ты не открываешь, то они застряли, но вы говорили, что все, на народ открывать, иди, амэн, и откровения попадают, амэн, и откровения попадают, они должны стать основанием этой веры. Я, друзья, очень благодарен Богу за то, что, начиная там с 12-го года, я не въезжаю там в Россию, за это я не благодарен Богу, за это я очень недоволен дьяволу, вот, но, тем не менее, и, слава Богу за наши российские цепля, которых у нас уже там около ста. Ну, во-первых, я вот, память у меня хорошая, это, зрительная, да, я вот, допустим, у некоторых людей, которые в Дипропетровске живут, здесь не вижу, вот, я их здесь не вижу, при условии, что у меня там 42,5 человека в церкви, я их вижу, а они приехали за 5 тысяч долларов. Прошли через таможни, прошли через, кто знает, что у нас этих россиян мужского пола в Украину не пускают? Кто знает? Вообще не пускают, для приглашения, вообще не пускают. Вообще не пускают. До шестидесяти, да, после шестидесяти, повстала наши, кто с Россией, кому шестидесят? Ну, шестнадцати, шестнадцати, мы не спрашиваем, нету-таки, да, вот они все тут ехали здесь, давайте прославим Бога. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан 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 Казахстан Добро пожаловать в 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 Казахстан Продолжение следует...